Шел 1935 год. Внешне все было вроде бы правильно. На фоне Великой Американской депрессии, победившего фашизм в ведущих странах Европы, Германии, Италии, Испании, западный мир с изумлением и страхом наблюдал, как на Востоке невиданными темпами создается новая мощная индустриальная держава. Создается очень жестко, почти по законам военного времени. Сталин и его окружение искренне считали, что так и надо. Что можно пожертвовать комфортной жизнью целого поколения ради так называемого «светлого будущего». Согласны ли с этим само поколение? Их мало интересовало. Они все были революционеры до мозга костей. После убийства Кирова Власика его подчиненные не могли не заметить перемен, произошедших в Сталине. Он еще больше замкнулся в себе. Еще меньше стал доверять своему ближайшему окружению. Семья, Надежда его предала. Так, во всяком случае, считал он сам. Дети, он ими почти не занимался некогда. Все заботы лежали на Власике и учителях. Пройдет время, и Сталин еще пожалеет об этом. Ну и, в общем-то, не совсем ушел. Так, на время. Ну, это мы посмотрим. На, вот посмотри. Стенберг наснимал. Стенберг? Угу. Передержал сильно. Тут вообще печать говно. Зерно сплошное. Говно, зерно. А мне нравится. Ну, посмотри. Как будто это афиша из кино. Вид. Ну, сама подумай. Ну, я же не могу вот так к нему самому обратиться. Ну, так и так, товарищ Сталин, посодействуйте, что моя любовница роль в кино получила. Власик, ну, бог с тобой. Ну, зачем к самому-то, а? Ну, зачем к самому? Ну, ты же можешь надавить. Ты можешь надавить на Александрова. На Эйзенштейна. Ну, в конце концов, на Пудовкина. Стенберг говорит, что они все у тебя готовы лизать в сапоги. Пять, ты. Да, это холера с этим Стенбергом. Вот вы меня ревнивые. Ну, со Стенбергом просто друзья. Не можешь? Просто друзья. Ну, зачем мне? Мне незачем. Мне же и стыд. Ну, так что? Поговоришь с режиссерами? Это называется использование сружебного положения в личных целях. Ты че? Ты че? Бер! Ну, ты че? С-с-с! Со свойственным тебе изяществом ты только что намекнул на мое положение. Чё, я намекнул? Да. Ты сказал, что я твоя любовница. И прав ни на что не имею. Когда я сказал? Только что. Я такую сказал? Практически. Алло. Тебя. Твой Верный Миронов. Отвяжись. Да, чё случилось? Чего? Еду. Так, всё пока. Что, Верная супруга обыскалась? Да. Из хама не выйдет пана. Да. Ну, что ж. Несравненный. Я его на полдороги с пустыря нашёл. Возможно, отравление никотиновое сильное. Как он кжёл-то? Ну, примерно как ты сбегаешь. Незаметно. Кто-нибудь ещё знает? Покер курсим. Как? Так. Ерофеева. Из обслуги сообщила. Стуканула. Она его акатор. Я слышал, как она звонила. Пошли. К reward Jack. К reward. Верная супруга. К юблеевesa. Светланка, деточка, а Вася где? Сбежал. Как сбежал? А еще он у папы и секретера табак воровал. Ну это мы поняли, а куда сбежал? К Яше, в Ленинград. Он с зимних каникул говорил, что мы ему все враги, и что он к Яше сбежит. Это он тебе говорил? Артема. Они же меня к себе не подпускают, вот я и подслушиваю. А еще часы пропали, он ими за пояс вместо денег заплатит. Ему так Артем посоветовал. Угу. Ничего, спи. Теперь спи. За старшего. Угу. Угу. Подожди. Подожди. Угу. Гребен. Угу. Угу. – Билет! – Где у мальчишка? В твоем вагоне, Меделя, не советую отпираться. Да. И вернешь то, чем он с тобой расплатился. Ну? Часы отдал. Ну, пошли, пошли. Пошли. Баба они такие. Болтают всякое. Знаешь, каждой дуре верить не делаю. А кому верить-то? Себе. И отцу. Давай, прекращай бегать. Я с отцом переговорю. Ты ж в качестве собрался поступать, да? Откуда, знаете? От верблюда. А конченский улет на этой теле, знаешь, там экзамен нового. И готовиться нужно с особой серьезностью. Я буду готовиться с особой серьезностью. Четвертую хочешь на прием файти? Хочу. А отец позволит? Будем надеяться. Давай, марш в машину. Два дела, я тебя развою. А они, понимаешь, тебе мешки-то принесли. Ну, и чего? Ну, и чего? Паша, давай быстрее. Давай быстрее. Красильщик! Красильщик! И что, давай. Ага. Извини. Из этого следует. Из этого следует, что в моем доме у меня под носом люди, которых набирали вы, а вам я набирал, распространяют гнусные сплетни о моей семье, а вы все! Мои дети вынуждены слушать клевету на своих родителей. А вы только жрете, бьете и баб уртите и ничего не делаете! Пойдите! Разрешите, товарищ Сталин? Вот приказ о замене сотрудников Кремля. Эх, кто распространял сплетни обо мне и моей жене? Товарищ Сталин, сегодня же будут допрошены и уволены. Товарищ Сталин! А почему этим вопросом занимается Власик? Что вы стоите, как истуканы? Идите и работайте! Есть! Есть! Товарищ Павлки! Где? Содержитесь! Письмо. Письмо. Татки. Надеждина. Письмо последнее. И о нем никому не говорили. Никогда в жизни, товарищ Сталин. Скажите, Карл Викторович, я могу вам доверять? Конечно, товарищ Сталин. Я очень на это надеюсь. Товарищ Павлкир, свободный. Есть! Мужчина. Товарищ Сталин. Товарищ Сталин. Свернула. Товарищ генеральный секретарь Центрального комитета Всесоюзно-Коммунистической партии большевиков, выпускники Академии Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота, по случаю успешного завершения учебы собраны! Народный комиссар обороны Ворошилов! – Вольно! – Вольно! Товарищи выпускники, я уверен, что из всех ценных капиталов, имеющихся во всем мире, самым ценным и самым решающим капитаном, являются люди. Кадры. Гражданин Филатов? Да. Пройдемте. Ага. Пошла вперед! Пошла вперед! Отноченка Адлину, три уюта, шлюх-тюх-тюх-тюх! Разгорелся на шутяк, жарный море, старший виза, не примучился, дедом титаном, габарит, азаршинка, сочиняк! Тюх-тюх-тюх-тюх! – Гражданка Ерофеева! – Да? Можно ваши документы? Пожалуйста. Пройдёмте. КОНЕЦ Вот, вечно она делает всё по-своему. Ему не нужно было петь эту песню. Ничего, не волнуйтесь. Посмотрите, там все едят, пьют, беседуют. Так что никто и не заметит, кто там и что поёт. Любочка, Любочка, ну я же вас просил не петь! Тюх-тюх-тюх! Я думала, классика соответствует данному мероприятию. Ну, слава богу, у нас у всех разное представление о классике. Ах да! Вы, наверное, будете исполнять соловья, дорогая. В который раз? Он меня почти совсем не слушал. Так, и слава богу, слава богу! Добрый день! Значит, у вас три номера. Вальс ожидания, танго и песня острилка. Так точно? Держи! Быстрей, быстрей, быстрей! Ань кичман? Зачем... Есть, товарищ Таренцов. С одесского кичмана. Ни за что меня уволят, вы что? Мне сказали, с одесского кичмана. Я лично обещал товарищу Храпченко, меня арестуют! Сам просит. Давай-давай. С одесского кичмана. Нашу. Раз, два, и… Вот так! Вот так! Вот так! С одесского кичмана С бежали до бауркана С бежали до бауркана Тайного, па-па-па-палелё По Пняровской малине Они остановились, они остановились Отдохнуть Товарищ, товарищ Скажи моей ты маме Что сын её погибнул на постер И с шашкою в рукою С винтовкою другою И с песнею весёвой агуке Товарища бабахвольный Зароюте моё тело Зароюте моё тело в голубоке И с шашкою в рукою С винтовкою другою И с песнею весёвой агуке Готово И с кем-то Ага 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Стой! Стой! Разговор есть. Что случилось? Тестя моего взяли. Ты же знаешь, если бы он врагом был, я бы его своими руками. Он же воевал, реку брал. Туркестан прошел, понимаешь? Сейчас я с Тупеньком работал. В бане для прислуги. И вот где он? И где эти заговорщики? АПЛОДИСМЕНТЫ Любонька, когда ты поешь про утюг, я верю в непобедимость русского народа. Спасибо. Давай, Любонька, за тебя. Спасибо. Спасибо большое, да. Вам понравилось, да? Спасибо большое. Спасибо, мне очень приятно. Ты сам тебе веришь? То, что говоришь и делаешь. Очень приятно. Ну, и не кукшись. Вон, иди. Лучше выпей. Солодко с Тенберга помирись. Чего тебе с ним делить? И кого? Уж не знаю, как ее можно назвать. Володя, Бендер. Беру. Володя, Бендер. Иду, 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 иду. Ребята, ребята, оставлю ненадолго, ненадолго. Иди, моя хорошая. Не, не сюда. Иди. О-о-о! Ну, что? Рад тебя видеть. Что такое смурной? Да, друга потерял. Ну, что? Это надо отметить. Нормально. Прошу. Неужели друга убили? Да нет. В тяжелой классовой борьбе. Поехали. За друга. Да, да, он присутствовал на первом просмотре. Опа! А у нас гости? Гости у нас. Ну, что, Коля? Я рад, что наше недоразумение счастливо разрешилось. А его, кстати, мне не жалко. Располагайтесь. Ладно. Здрасте. Здрасте, здрасте. Добрый вечер, товарищи. Здрасте. Друзья, друзья, веселимся. Добрый вечер. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Что, Егона сейчас увидит, как я вместо работы с вами, тот, Ворхлаждаюч, сука, сдаст. Власик, какими это судьбами? Вот, товарищ Власик, чертежи. Зря только вы сами приехали. Я бы завтра привез. Да, спасибо. Спасибо, товарищ Миржанов, да. Они мне сейчас очень нужны. Ну, что же, спасибо вам. Всего хорошего, товарищи. Не буду отвлекать. Отдыхайте, пока мы работаем. Всего доброго вам. Товарищ Власик, настоящий служивый человек. Там Сталин чего-то ему приказал переделать. Приехал сам за чертежами. Ну, пойдемте. Добрый вечер. Прошу вас. Добрый, добрый. Ну, что же, давайте… Это полный. Выпьем, замол, успею. Что провестете? А ты не слишком летуешь? Вот, вот, смотри сюда, вот. Когда будет сделано? За что ты Костелянов сгорел, а? Он исполнитель. А здесь все находится в ведении. Янукидзе. Мирон, вот ты умный человек. А я за свое ответил. У нас с тобой своя ответственность. Вон, Петерсон. Сколько лет комендантом Кремля был? И что, где он сейчас? В Харькове. Считай ссылки. Вот тут уже. То, что хочешь. Нет, я тоже не хочу. А еще меньше я хочу. Если что-нибудь с самим случится, не дай Бог. Я смотрю, что это еще тот коммунист. Хрестом не врезгуешь. Мандарины! А? Знаешь, что? Когда за такого человека и отвечаешь, любая защита годится. Вот, спасибо. Мирон, ты это… Давай сегодня сам как-нибудь доберешься. Мне еще в одно место нужно съесть. Знаешь, что? Коля, возвращался ты в свою семью? Я тебе как друг говорю. Слушай, не лезь в душу. Мирон! 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 Да меня дома то не ждут. Наверное. Опять свет не выключили, Надя. А почему имдето дождь? Так сентябрь, дочь. А почему так сентябрь? Сентябрь. Просто сентябрь. Да почему же дождь? Потому что осень. Папа! Ну че, девчонки, плохо, выставьте. Плохо! А ну, бегу вам. В комнату я там мандарин принес. Ты надолго? Если не выгонишь, то навсегда. Пап, там мандарин вкусно пахнет и в глазки пшикает. Почистишь? Поймите меня правильно, товарищ Сталин. Моей семье хорошо там, где я. При всем уважении ни Серго, ни Нино не захотят переехать из Теплиса. Павлентий, давай мы с тобой об этом летом поговорим. Хорошо. Я приеду к тебе в Гагру. Будем дышать морским воздухом. Может быть, солнышко выйдет и погреемся на камушках. Ну да. Ну, товарищ Сталин, всегда рады вас видеть. Вы же знаете. В любое время. А ну-ка, стой. Иди сюда. Здравствуйте. Здрасте. Это откуда у тебя? С Теплицы. А, Огурчиков, почему не набрала? Так рано еще, товарищ Сталин. И дозреть надо бы. А откуда знаешь, а? Батя-аграном, товарищ Сталин. Ну хорошо, иди. Красивая женщина, товарищ Сталин. У нас тут все красивые, Лаврентий. Вот. Строил, строил дачу. Только комнату наклонировали. А Ваську сюда калачом не заманишь. У него в городе все дружки и приятели. Угу. И Светланка тоже здесь. Жить не любит. Все больше у Стванидзе, Зубалова. Кирова вот комнату сделал, и она пустая стоит. Кого бы поселить в нее, а? Товарищ Сталин, для меня была бы большая честь, если… Товарищ Сталин, а в какую школу ваши дети ходят? Товарищ Сталинка. Кажется, в 25-м. Надо будет в комнате Кирова мебель поменять. – Лаврентий! – Да? Я тут вино одно приготовил. Хочешь попробовать? Не откажусь, товарищ Сталин. Пойдем. Ну-ка, руки подними. Не жмет тебе здесь? Да с какого такого перепугу? Там жать-то будет. Тут еще три таких, как он влезет. Мой-то на бой не работал. Ого, какой был! Да чего ж продаешься в костюм? А с того напарник на рынке захотел своего сынка вместо моего устроить? Вот и продаю. Хорошо, хорошо. Слышь, а хочешь макинтош придачу? Я за полцены отдам. Коль, а что, давай возьмем? Ты бери. Ну, померим. Дом померим. Спасибо. Ну, чего это, Коль? Я считаю, хорошо, что мы взяли макинтош. Не все же в шинельки ходить. Да нулю, зря затеялось. Денег кучей взяли. Ничего не зря. Не жалей. Ты же все-таки в должности. Смотри-ка. Все среди вообще считают, что ты с Авгаром работаешь. На своей работе, ради Бога, ходи в казены. Но жизни не надо. От людей совестно. А это ваша работа? Да нет. Вот так. Хорошо. Посмотрите. А что это такое? Хорошая вещь. Не пожалеете, не дрогай, отдам. Ну. Так, да. Посмотрите. Может, спросите? Конечно, договоримся. Вы проследите, пожалуйста, чтобы вещи все в порядок привели. Так точно. Не сомневайтесь, Людмила Викторовна. Патрюна власти у нас все отпарит. Это тюжесть. Коль, когда ты с семьей побольше побудешь? Скоро, скоро. Все, позвоню. Надо басмодопить, его все проверить. Поль, посты в карауле проверены. Система безопасности проверена. Товарищи сотрудники, приступаем к плановой проверке зданий на территории Кремля. Первая группа, проверка подвальных помещений, первого этажа. Направо, шагом марш. Вторая группа, второй и третий этажи. Направо, шагом марш. Товарищ комендант. Я, товарищ Власик. Когда менялись замки помещений для резервных баков? В прошлом месяце. Точнее. Третьего числа. Пора усменить. Есть. Действуйте. Мирон, в гараж. Да вы что, это же Марфуша Пешкова, подруга моя. Сто раз уже у нас была. Не положено. Вот сейчас папа вам покажет. Дядя Иосиф. Что за шум? А драйки нету. К нам Марфушу не пускают. Как? Почему? Я сегодня на тренировке физкультурной была и пробу в кармане шароваров забыла. Ничего, ничего. В чем дело, а? Товарищ Сталин, девочка забыла пропуск. Ну и что? Товарищ Сталин, согласно прямому приказу товарища Власика запрещено пускать без пропуска. Особенно к вам, товарищ Сталин. А что, если мы потихоньку нарушим приказ страшного товарища Власика? Пойдем. Он отдаст меня под трибунал, товарищ Сталин. Ничего он не отдаст. Я за вас попрошу. Как ваша фамилия? Глухов, товарищ Сталин. Товарищ Глухов, давайте пропустим сегодня товарища Марфу. Она больше никогда не будет забывать свой пропуск в шароваров. Товарищ, реально? Так точно, товарищ Сталин. Товарищ Кузнецов, когда вы говорите, последний раз делали техосмотр машинам, я аккурат к вашему приезду, товарищ Власик. А, чего ж ты врешь? Рожа твоя наглая. Я же сам только что проверил. Ну, пошли. Пошли, я тебе сейчас морду в твою потычу. Вольно. Чего это с ним? Волнуется. С чего бы это? А с того, дорогой мой товарищ, что они каждый день в стране новую конституцию обсуждают. Да еще и всенародно. estáя до меня... ... Уау! Уаа! Уау! 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 Ну что, товарищи? Все врагов отметили или еще остались, а? Еще остались, товарищ Сталин, но мы вас в обиду этой контре и недобитой ни в жизнь не дадим, верно, товарищ? Добрый день, товарищ Сталин! А, добрый, добрый Николай. Знаю, в Париж собираешься? Да? А что, отменяем? Нет, зачем отменяем? Архивы Карла Маркса нам очень нужны. Тем более, что французы их нам затёшево отдают. Это затёшево? Ну, может, дешевле, чем немцам предлагали. Молодцы, французы. Николай, вот что хотел тебе сказать. Ага. А бери с собой в Париж и жену свою, а? А что, она у тебя молодая, прокатится, Европу посмотрит. Партия не обеднеет от одного лишнего билета за твою Аню. Зачем мне в Париже жена? Поба, в Париж лучше без жены ехать. Ой, я думаю, что происходит. Это по-грузински я, а я по-грузински не понимаю. А ты по-русски, меня понимать, разучился. Ну, не хочешь, ты, ну, не надо. Идем, в классик ругаться будет. Готовы? Да, так точно. Натопили по первому разряду. Я там до Убенина велел венчиков новых запылить, так что красота. Ты запланирован был? Так точно, товарищ старин. Ты видел этих харьков? Они уверены, что я буду плясать под их тудку. Ну, похоже… Товарищ Сталин, шахматы брать? Шахматы? Да. Я все забываю тебе сказать, надо бы тебе культуру свою отнять. Ну, походить по музеям, по галереям, лекции профессоров умных послушать. А, а то Лаврентий обижается, что ты у него в доме охозяйничал и все картины вынес. Мол, как ненужный. А ведь у него там Айвазовский был и Шишкин висел. Тоже. Тоже, завтра зайди к Пасклёбышеву. Берия для тебя путеводитель по музеям оставил. Да. Ну и… и сотрудников своих привлеки тоже. Есть, товарищ Сталин, привлечь сотрудников к культуре. Ну, хорошо. Будет вам праздник, вы мои решенья отменили, а я вас отменю, когда срок придет. Придет. Товарищи, данная экспозиция, безусловно, заслуживает вашего внимания, но к ней мы вернемся чуть позже. Пока прошу в следующий зал. Пожалуйста. Женочка. Да, в чем дело? Мне спросить, это он кого нарисовал? Ой, господи, картины пишут, они рисуют. Да мне это как-то… Вы мне скажите, это кто вообще? Вот там. Че там? Там внизу у входа вы, товарищ, можете записаться на экскурсию, и опытный экскурсовод вам все расскажет. А я не могу, мне некогда на экскурсию записываться. У меня работа. Ну так бросайте работу. Грустнее, грустнее, если понадобится. Это Юдивь. Она только что освободила свой народ от завоевателя. Юдивь – иудейская героиня-патриотка. Юдивь – иудейская героиня-патриотка. Когда в ее родной город вторглась войско ассирийского полководца Алаферна, она нарядная вышла к шатрам своих врагов. Юдивь – иудейская героиня-патриотка. Давайте отойдем. Картины нужно смотреть издалека. Так виднее. Когда она вышла к шатрам, Алаферн обратил на нее внимание. Он пригласил ее в свой шатер. Там она напоила его любовью, ласками, вином да пьяном. И когда он уснул, она отрубила ему голову. И принесла ее в свой родной город. В чем город и спасла. Пойдемте, я еще вам кое-что покажу. Раз вы этим интересуетесь, и никто не хочет вам помочь. Что у тебя там? Списки от товарищей партийных секретарей на местах готовы? Так точно, товарищ Теллин. Это от товарища Эйхи. Из Сибири. Четыреста семь человек. Ага. Это от товарища Кассиора. С Украины. Николай, я помню, кто из них и откуда. Ага. Это Хрущев составил? Так точно. Колька в Москве. Еще контры не забиты. У тебя тройки на местах. Готовы? Так точно. Товарищ Сталин. По первому вашему слову. А где ваши списки, товарищ Ижов? Где твои личные списки, Николай? Нет ни одного уважающего себя художника, который не хотел бы рассказать о Юдифе своими словами, своими красками. Ну, вы меня понимаете, да? Ну, да. Есть удивительное полотно Сандра Боттичелли, где Юдифе изображена беременной. О, прям так и забеременел сразу. Ну, это дело не хитрое, а у австрийского художника Густава Климта вообще есть несколько полотен на тему Юдифе. Вы знаете, она у него настолько чувственная, такая прозрачная, волшебная, ну, прям куртизанка. А позировала ему Адель Блокбауэр, жена венского банкира. Позировала все время обнаженной. И, в конце концов, у них случился роман. О, сверло банкира. Шокирующее, откровенное и реалистичное в части изображения убийства после интимных отношений полотно немецкого художника Франца фон Штука. Ась, извините, плохо не будет вам? В смысле? Ну, в смысле. Не, вы не подумайте, что мне жалко, просто столько сладкого слопали, чтобы живот потом не пучило. Простите. Не волнуйтесь, у меня очень хороший метаболизм. Правда. Ну, тогда, тогда да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова